Доброго здравия, уважаемые друзья! Очередное выигранное дело. Записываю видео. Перский краевой суд. Кредит наличными. Как выяснилось в апелляционной инстанции, при изучении материалов дела, между банком и физическим лицом, человеком, гражданином, не был заключен кредитный договор. Было написано всего лишь заявление с просьбой выдать кредит на таких-то условиях. После чего банк рассмотрел заявление и, открыв дебетовый счет человеку, зачислил на него денежные средства и человек в кассе снял эти денежные средства. Ну и получается то, что кредитный договор не заключался, значит отношений никаких нет, никто никому ничего не должен. Переходим к решению. Пермский краевой суд. Решение 33.79.36 5 сентября 2012 года. Судебная коллегия установила, ЗАО, далее банк обратился в суд с иском к Федорову о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме 147 тысяч. По состоянию на 30 марта 2012 года заявленные требования мотивированы тем, что 20 ноября 2009 года с ответчиком был заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил заемщику денежные средства в размере 286 тысяч рублей на срок 36 месяцев с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 21,9% годовых. При исполнении условий кредитного договора ответчик допустил неоднократный пропуск сроков возврата основного долга, уплаты процентов и осуществления иных платежей предусмотрено договором. Представитель истца в судебном заседании на иске настаивал. Ответчик в судебное заседание не явилось. Представитель ответчика иск не признал. Судом постановлено указанное высшее решение. В апелляционной жалобе Федоровых просит решение суда отменить как незаконное и необоснованное. Считает, что судом сделан необоснованный вывод о заключении между сторонами кредитного договора. Ответчик только заполнила предложенную сотрудниками банка анкету и заявление. Кредитный договор не подписывала и кредитных карт не получала. О том, что банк предоставил кредит, Федоровых узнала в 2012 году, когда получила из банка письмо о возврате кредита. До 2012 года ответчик никаких писем, уведомлений и другого рода документов из банка не получала. Заполненная Федоровых анкета не может являться кредитным договором, так как существенных условий договора не содержит. График погашения кредита сторонами согласован не был. Предложение банка заключить кредитный договор ответчик не получала. Намерений получить кредит у нее не было. Проверив материалы дела, выслушав объяснение явившихся лиц, обсудив довод апелляционной жалобы, проверив законность обоснованности решения суда первой инстанции в пределах этих доводов, судебная коллегия находит жалобу, подлежащую удовлетворению по следующим основаниям. Согласно статье 820 Гражданского кодекса, кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. В соответствии со статьей 808 Гражданского кодекса, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. А в случае, когда взаимодавцем является юридическое лицо, независимо от суммы, должен быть в письменном виде. Судом установлено и материалами дело подтверждается, что 20 ноября 2009 года Федоровых обратилась в ЗАО за получением потребительского кредита, в связи с чем Федоровых заполнила анкету клиента и заявление на кредит, в котором Федоровых просила ЗАО заключить с ней договор о предоставлении кредита в размере 286 тысяч рублей. В случае одобрения банком выдачи кредита, зачислить кредит на ее текущий счет в банке, а в случае невозможности осуществления вышеуказанной операции открыть текущий счет в валюте кредита на ее имя и произвести на него зачисление предоставленных кредитных средств, осуществить его обслуживание в соответствии с общими условиями служения счетов вкладов потребительских кредитов граждан. Истец ЗАО открыл на имя ответчика Федоровских текущий счет и 24.11.2009 года произвел на него зачисление 286 тысяч рублей. Данные обстоятельства в судебном заседании сторонами оспаривались. В соответствии с пунктом 2.3 статьи 434 ГКРФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документов посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГКРФ. В силу пункта 3 статьи 438 ГКРФ совершение лицом, получившим оферту, срок установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, отгрузка товара, предоставление услуг, выполнение работы, уплата соответствующей суммы ИТБ, считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указанного в оферте. Предъявляя иск ЗАО, ссылается на то, что 20 ноября 2009 года со сторонами заключено соглашение о кредитовании в офертно-акцептной форме. ИСТЕС акцептовал оферту ответчика, изложенную в заявлении на кредит от 20.11.2009. Пунктом 2.13 заявления на кредит от 20.11.2009 предусмотрено, что акцептом настоящего предложения о заключении кредитного договора будут являться действия банка по зачислению кредита на счет. Кредитный договор вступает в силу с момента акцепта предложения и заключается на неопределенный срок. Об удобренных банком условиях кредита заемщик должен информироваться сотрудникам банка по телефону. Пункт 2.10 заявления на кредит. Согласно пункта 2.10 заявления на кредит Федоровых просила выдать ей банковскую карту Visa Electron Express. Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции не принял во внимание доводы ответчика о том, что доказательств заключения кредитного договора истец не предоставил. Какую-либо информацию относительно своего согласия на заключение договора до ответчика не довел. В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса договор считается заключенным, если между сторонами в требующей в подлежащих случаях форме достигнутся соглашения по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия предмета договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления аферты, предложения заключить договор одной из сторон и ее акцепта принятия предложения другой стороной. Аферта должна содержать существенные условия договора. Аферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Статья 435 Гражданского кодекса РФ В соответствии с подпунктом 1,2 статья 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, которому адресована аферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычное деловое оборота или из прежних деловых отношений сторон. При разрешении спора истец указывал на то обстоятельство, что ответчик направил аферту на заключение с банком кредитного договора в подтверждении, чего предоставил суду заявление на кредит. Между тем, в пункте 2.10 заявление на кредит содержится условие о том, что об одобренных банком условиях кредита заемщик должен информироваться сотрудникам банка по телефону. Материал их дела не имеется доказательств того, что указанное условие банком было исполнено. Когда аферта сделана, для возникновения договорного обязательства необходимо, чтобы она не только была акцептована, но и чтобы акцепт был сообщен. Поскольку истец не сообщил ИСЦО о принятии аферты, акцепт не является совершенным. Предусмотренное пунктом 2.13 удоведомление о номере счета и об одобренных банком условиях кредита Федоровых обязана была получить дополнение к телефонному и информационному клиенту. Поскольку ответчик данной ситуации не была уведомлена о состоявшемся акцепте, порядка указанном в аферте, не знал об открытом на ее имя банковском счете, банковская карта ей не выдавалась и не активировалась. Денежные средства Федоровых не получала и не пользовалась ими. Судебная коллегия приходит к выводу о том, что кредитный договор между ИСЦО и ответчиками нельзя считать заключенным. Какие-либо доказательства, подтверждающие наличие между сторонами кредитных отношений, истец в суду не предоставил, тогда как обязанность доказать заключение кредитного договора, исходя из общего правила распределения обязанностей, по доказыванию установленного положения, статья 56 ГПК РФ возлагается именно на ИСЦА. При изложенных обстоятельствах решение Ленинского районного суда города Перми от 22 июня 2012 года нельзя признать законным и обоснованным и подлежат отмене. Судебная коллегия считает необходимым принять по делу новое решение об отказе ИСЦУ в удовлетворении исковых требований. Руководств статьями 199-320 ГПК РФ судебная коллегия определила решение Ленинского районного суда города Перми отменить, принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований за ОК Федоровых о взыскании за должность по кредитному договору в сумме 147,76 рубля. Ну вот, уважаемые друзья, еще одно решение, в котором явно видно нарушение банка, закона и суд на стороне закона и на стороне заемщика. Если видео вам стало полезно, ставьте лайки, делайте репосты. Благодарю всех за внимание, желаю всем благ.